Убийца Спасекс раскрыл планы космос, наука и техника. 14 часов 56 минут, 30 ноября 2018 года Убийца Спасекс раскрыл планы. Фото. Club Lexus.com. Американская компания. Blue Origin. В руководстве пользователя полезной нагрузки ракеты. New Plan. Опубликованном в октябре, представила подробности о многоразовой первой ступени носителя, сообщает. Nasis Castelay.com. В справочнике отмечается, что при выведении космического аппарата на геопереходную орбиту двигатели первой ступени отключаются на 199 секунде полета, когда ракета достигает высоты 250 километров. Отделение первой ступени от второй происходит на 202 секунде. После этого включаются двигатели первой ступени, которые должны обеспечить ее мягкую вертикальную посадку на платформу контейнеровоза. Стена Фрейтер, Blue Origin. Планирует переоборудовать данное судно, в Атлантическом океане. Носитель. New Plan. Способен выводить на низкую околоземную орбиту до 45 тонн полезной нагрузки, а на геостационарную до 13 тонн. Первая ступень носителя допускает использование до 25 раз. А установленный на нее метановый двигатель B-4 производства. Blue Origin. До 100 раз. Такой же силовой агрегат получит первая ступень ракеты Vulcan замена носителя Atlas V, первая ступень которого получает российские керосиновые RD-180. Первый полет. New Plan. Запланирован на 2021 год. Ежегодно планируется запускать 12 таких двух- или трехступенчатых ракет, в зависимости от требований заказчика. В декабре космическую программу России сочли фейком, написала, что будущее мировой космонавтики за американскими компаниями SpaceX и Blue Origin, а не американской. ULA United Launch Alliance. Европейской. Arian Space. Или российской. ULA International Launch Services. Основатель. Blue Origin. Американский миллиардер и богатейший человек на планете Джефф Безос, владелец интернет-компании Amazon, вложил в создание. New Glenn. 2,5 миллиарда долларов. Также, Blue Origin. Успешно испытывает многоразовую суборбитальную туристическую систему. New Shepard. Включающую в себя многоразовые ракеты и корабль. Главной целью компании Безос видит создание инфраструктуры для освоения дальнего космоса. В настоящее время только SpaceX располагает действующие технологии многоразового использования первой ступени тяжелой ракеты, Falcon 9. Больше важных новостей в телеграм-канале Лента дня. Подписывайтесь.